Первое сентября не за горами, пора собираться в школу. Вот в Заводском районе такие сборы уже начались. На площади Киселева развернулись более 20 торговых палаток, где можно купить все необходимое к новому учебному году. Причем не только констовары, но даже одежду. Костюмы школьные, бантики, блузки, водолазки, рубашки, галстуки, бантики. Цены на продукцию различаются в зависимости от ассортимента, производителя и даже размера. Костюм у старшеклассника обойдется в 2500 рублей, а те, кто пойдут в школу в первый раз, могут одеться за 2100. Здесь же можно найти портфели и школьные сумки. Рюкзаки от первого до 11 класса, с начальных до старших. Есть коробочки с первого по четвертый начальной класса, по цене они разные идут. Есть по три питерские, по четыре с половиной, по три с половиной немецкие. Есть нижегородские по 1600, разные. Выбрав самое главное, можно приступать к покупке канцтоваров. Их ассортимент просто огромен. Это учебники, тетради, справочная литература, атласы, карты, словари и, конечно, письменные принадлежности. Выбрать из множества непросто. Ну вот мы тетрадочки купили, приобрели для предметов. Ну вот пока смотрим в дневнике, никак не можем выбрать. Ну пенал выбираем для школы. Ну вот сейчас, видать, современные дети, они, я не понимаю вот это, но они говорят, пенал. Кому какой нравится. Я бы, конечно, больше вот какой-нибудь вот такой бы купила. Ребенку в школу ходить. Ребенка в школу собирают всей семьей. Не только мама ходит за покупками, но и бабушки. Причем они подходят к выбору канцтоваров и тетрадей с практической точки зрения. Вы при выборе тетрадок и дневников смотрите на подсказки. А как же? На содержание? А это чего? Корочки, да это, картинки там, это ненужные машины и так далее. Несмотря на то, что ярмарка только что открылась, автозаводцы уже оценили ее преимущества. Все видно, сразу прошел и видно, что тебе надо. Если тебе надо пенал, идешь конкретно там, где пенал продается, форму, вот, пожалуйста, она здесь. Можно в любой момент прийти, то есть идешь после работы, то есть они работают. Ну не знаю, то, что выбор как бы большой. Режим работы школьного базара на площади Киселева с 10 утра до 18 вечера. К слову, эта ярмарка не единственная. Школьные базары откроются в четырех районах Нижнего Новгорода. А с 4 августа начнет свою работу горячая телефонная линия по вопросам проведения выставок ярмарок к новому учебному году на территории столицы Приволжья. Звонки будут приниматься с 10 утра до 12 дня по телефону 439-02-53.